Залетай на ватшоп и прихвати друзей. Выигрывай тут танки хоть целый день. Несмотря на возражения, выполняй достижения. Невзирая на нормы, обтанкуйся по полной. Бесплатный розыгрыш. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику «Лучшие выстрелы на бабахах». И сегодня я хотел бы действительно показать вам самые интересные выстрелы, которые я нашел за неделю. Вернее, которые вы мне прислали, а я уже отобрал там. Итак, давайте посмотрим. Т-49 выцеливает ИСУ-152, но вражеская ПТ-САУ куда-то скрылась. За горизонтом появляется карма ИС-3, которая вообще непонятно, как там высунулась. Но, тем не менее, наш герой туда попал и в итоге с одного выстрела уничтожил ИС-3. Минус 1500 прочности у противника. СУ-152 не церемонится с врагами. Одна плюха и они в ангаре. КВ-2 в начале боя не поскупился дать вертуху Бульдогу, чтобы, в общем-то, тот понял, что КВ-2 не шутит. И также ещё один хороший выстрел. Наш герой замечает наглого француза на МХС-10, который совершенно беспросто стреляет. И КВ-2 наносит ему 961 урона, чтобы в следующий раз он спрашивал. Итак, в следующем моменте КВ-2 решает выстрелить в никуда. Вот просто в никуда. Ну, вот чутьё у КВ-2 выстрелить куда-нибудь. И уничтожает он врага там. Прямо стопроцентное чутьё не подвело. КВ-2 замечает, что сзади кто-то по нему стрелял. И это был Т-34-85. Зря он это сделал. КВ-2 не прощает обидчиков. Одна плюха и ваншот. А также ещё один хороший выстрел в этом бою. Сзади подъезжает ещё один брак на КВ-85. И опять же ваншот. 870 хп у противника как с куста. Т-49 замечает вдалеке гриля. С вертухи стреляет и попадает по врагу. Ещё и поджигает его. В итоге почти удалось уничтожить врага. Только его в конце кто-то добрал. Можно сказать, подсосал фраг поганец. В следующем моменте Т-49 выцеливает, в общем, то место, где враг стоит. Стоит тут, стреляет и наносит очень даже хороший урон с поджогом. В итоге целый противник почти что умирает. Но опять же его подсосали. В следующем моменте Т-49 решает поприветствовать своего коллегу, который тоже играет на Т-49. Вот так вот нужно приветствовать. А не как он куда-то в землю выстрелил. Совершенно неграмотно. Кто ж его учил. Т-49 в наглость заходит вражеской ПТ-САУ Т110Е4 в корму. И стреляет по противнику. Наносит ей колоссальный урон. Он еще и поджигает противника. Прямо какие-то поджигающие снаряды. Сегодня у нас у Т-49 каждый выстрел и сразу поджег. Мне тоже такие снаряды. Отгрузите, пожалуйста. КВ-2 выстрелил в корму Т-32. Ну и сами понимаете, что тут происходит. Вообще, это довольно странный КВ-2. Необычный. Он постоянно заходит в корму и стреляет противником туда. Ну и всегда, конечно же, очень больно врагам после этого. Ну а что тут поделаешь? Очень большая уж пушечка у КВ-2. А вот игрок замечает Леопарда. И в борт на 1019 урона присылает ему. Чтобы в следующий раз думал, что вообще делает в бою. И вот этот вот товарищ тоже что-то не то делает, за что и получает. Ну, КВ-2 и Т-49 это у нас такая вот полиция в игре, которая дает сразу же свертухи на косарь еще и с поджогом, потом на 500. Тем, кто, в общем-то, неправильно что-то делает в бою, неграмотно действует. Вот, например, как тут. Вот высунулся ТВП в ТО и получила в бортец на 1000 урона. Далее у нас КВ-2 копипастит средний танк, заходит в борт противнику и ваншотит его. Отличный косплей КВ-2, только, может быть, стоило просто в лоб так же выстрелить. СУ-152 решает отведать борщица. Ммм, хороший борщиц, но мало его. Нужна еще одна порция. УАИ едет как король по главной улице и тут высовывается простой леген на ТП-58 и сразу же отхватывает ваншот. УАИ в начале боя замечает своего собрата японского УАНИ. Решает он с ним поздороваться на 900 урона, ну, чтобы тот не забыл такого приветствия. Т-49 замечает впереди наверху ружку. Казалось бы, никак ее не выстрелить, но расстояние не преграда, когда ты действительно любишь давать отличные плюхи противнику на 1000 с лишним урона. В следующем моменте Т-49 решает выстрелить по ИС-7 сверху. Хорошую позицию игрок занял, можно даже сказать шикарную. Наверное, любит он всегда быть сверху. Далее наш герой замечает супер першам противника, как специально подставляет свой борт, туда ему и вылетает 920 урона. СУ-152 в лучших традициях советских танков, типа ИС-7, едет по центру Малиновки и отхватывает от Дикер Макса и других врагов. Что это за непорядок? Стреляет и не светится. Решила Сушка. И для того, чтобы справедливость восторжествовала, она стреляет в куст и забирает Дикер Макса. Далее УАИ вдалеке замечает Черчилля, но тут еще один враг более наглый. Это Е-25, который из-за своей наглости и отхватывает ваншот со взрывом БК. Также получается уничтожить еще и КВ-2 прямо перед смертью игрок. Хоть и умер, но зато вот такую вот плюху дал с ваншотом. Всегда бы вот так вот отправляться в ангар, забирая с собой какого-нибудь фулового Паганса. Далее УАИ в начале боя замечает Бульдога и кидает противнику смачную плюху и отправляет его в ангар, чтобы он свой нос в следующий раз не высовывал. Также в этом бою удалось уничтожить СУ-100 с одной плюхи. Противник наверняка очень доволен этому. Далее Т-49 замечает весьма нестандартную картину. Маус как-то перевернулся на борт. Ну и чтобы он не отчаивался, игрок дает ему плюху. Может быть когда-нибудь в песочнице Маус и будет нагибать. Далее КВ-2 замечает Бачата. Ну и так как это всего лишь 10 уровень, наш герой его не ваншотит, а дает ему всего лишь плюху на 900. Также хороший выстрел на КВ-2 по 3-4. Тысяча урона. На 6 уровне танку 8 уровня. Все по-моему очень честно. Т-49 стреляет Суперпершингу прямо в лоб. И как-то пробивает противника на 1001 урона. Также игрок на КВ-2, испугавшись, дает плюху своему собрату. Когда два КВ-2 встречаются, то тут, в общем-то, решают мгновение. Кто первый нажмет кнопку. Далее у нас Т-49 замечает Бачата. Ну и так как француз слишком наглый, первый высовывается, наш герой не выдерживает и дает ему вот такую вот плюху, чтобы он в следующий раз думал, куда едет. КВ-2 долго, в общем-то, выцеливал тут врагов, но что-то все попрятались и снова все-таки засвечивается враг на БК-4503. Ну и наш герой дает ему отличную плюху на 826 урона в борт. Итак, друзья, на этом все. Не забывайте ставить лайков. Для следующего выпуска нужно хотя бы 3000 лайков. Ну и также не забывайте присылать свои реплеи в рубрику «Лучшие выстрелы бабах». Ну и желаю вам всего самого наилучшего, надеюсь, вы тоже будете такие же плюхи раздавать на бабахах, ну и не только. И до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok